Здравствуйте, дорогие друзья! Слава Богу за то, что Он умеет задавать нам вопросы. И утро, оно наступило, и, как правило, в течение дня перед нами будут многие вопросы поставлены. Как мы будем решать, с каким сердцем мы к ним будем подходить. И прежде чем мы погрузимся сейчас вот в эту тематику, в этот вопрос «Небо для нас», я хотела бы прочитать одно высказывание Тима Редмана. «Существует много вещей, которые привлекают мой взгляд, но очень немногие из них привлекают мое сердце, и именно к ним направлены мои устремления». Так много вокруг нас того, что нам может нравиться. Либо мы просто считываем, проходя мимо витрин, мимо каких-то рекламных счетов. И что-то нас привлекает. Но сердце наше затрагивается гораздо реже. И потому сегодня я хотела бы с вами поговорить о тех вопросах, которые Бог ставит перед нами в течение жизни и в течение каждого дня. Ведь жизнь, она складывается из дней. Дни – это кирпичики. Дни – это возможности. Дни – это обозримый промежуток времени. Когда мы можем с утра вспомнить, что было вчера, а вечером вспомнить, как прошел день, и проанализировать его. Понятно, что не все это делают. И, может быть, даже редко делают те, которые думают, что жизнь – это всего лишь случай. А на самом деле, если человек успешный, если человек, который умеет из всего извлекать уроки, то он будет анализировать свой день, будет анализировать ошибки и не считать их поражением, а возможностью извлечь оттуда те уроки, которые защитят от будущих опасных зон. Так вот, один из вопросов тестовых, который я хочу сегодня с вами рассмотреть. Кто это сказал? То есть тогда, когда мы получаем доступ к любой информации, и информация нас может захватить, потому что она нам интересна, либо она может быть очень острая, либо эта информация актуальна сейчас, и мы за нее можем ухватываться. Но так важно задать вопрос – а кто это сказал? Я просто информацию услышал, либо источник у меня есть, и я могу его проверить. Как много сегодня лживой информации вокруг нас. И как часто люди, на нее попадаясь, становятся заложниками уже будущих решений, которые будут делать. И нам сегодня с вами надо разобраться, друзья. Чтобы принимать решение, надо точно знать, кто это сказал. И тогда, когда мы начинаем вот так относиться к своей жизни, то мы разбираем не только источник, а мы тогда разбираем и само содержание уже с большей точностью. Потому что могу ли я доверять этому источнику? Если говорят 50 на 50, тогда информация будет вами восприниматься точно так же. Но если вы знаете, что это сказал тот, чье слово никогда не терпело поражения. И такими словами может быть только Бог. И поэтому, когда Он что-то говорит, вот здесь нам стоит задуматься, проанализировать и взвесить свои ценности, исходя из его критериев. Это, знаете, как строительство стены. Нам нужен отвес строительный в руки, чтобы мы могли понимать, что строим ровно. Если будет казаться, что я вроде бы ровно строю, а в конечном итоге можно увидеть, как криво пошла стена. Поэтому я желаю, чтобы мы с вами могли сегодня в основании взять Божье слово, которое говорит, придай Господу дела твои и предприятия твои совершаться. Поэтому я хочу вместе с вами передать Богу дела этого дня и разобраться с источниками, которые будут давать нам информацию в течение дня. Здесь верный источник, потому что Бог сказал, и мы сейчас говорим, мы передаем тебе наши дела, чтобы предприятия состоялись. Предприятия – это гораздо больше, чем дела, друзья. И потому пусть они состоятся в нашей жизни. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что у нас есть это право и привилегия передать Тебе свои дела. Их так много, которые Ты поручил нам на этой земле. Не все мы можем предусмотреть, но мы можем знать Того, который дал нам право и сказал, передай мне эти дела. Тогда предприятия Твои совершатся. И я прошу Тебя, Господь, пусть из малых дел, может быть, иногда незначительных дел, но вырастет великое предприятие, за которым стоит красота и возможность небес, которая выражена будет в этой архитектуре и в Твоем шедевре. Благодарю Тебя, что наши судьбы, они в Твоих руках. И дела, которыми мы занимаемся, они Тебе известны. Слава Тебе за это. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, друзья. Благословенного дня и Божьих результатов. До свидания. Благословенного дня и Божьих результатов. Благословенного дня и Божьих результатов.